Вот, но здесь есть очень хорошая кнопочка, она вот здесь находится, вот, мы ее нажимаем, и вау, да, у нас вроде бы неплохой сервис подбора, то есть он есть, непонятно, почему он не в приоритете, почему вот есть страшная табличка, да, с каким-то курсивом и разноцветным шрифтом, вот, вместо удобного подборщика, ну, кстати, сделано достаточно давно. Акценты не должны быть против, вот, здесь очень важный момент, да, что мы можем говорить, в том числе и по законодательству, да, о том, что у нас какие-то хорошие продукты, у нас очень надежный, хороший банк, мы номер один, со звездочками, но мы должны о чем-то плохом рассказать. Ну, вот, если мы о чем-то плохом хотим рассказать, да, о том, что у нас там реальная ставка по кредиту, там, на самом деле, 57%, да, вот, а 200 дней от срочки по кредиту только на первую платежь, то давайте об этом не говорить, а об акцентах. Как это работает? Рокетбанк. Здесь, на самом деле, акценты говорят обо всем, да, у нас везде написано, везде только преимущества, да, 0% сообслуживания, там, 0 рублей, 15% годовых, 16% годовых, там, 10 раз, вот, а тарифы, там, где-то внизу этого огромного лендинга, пдфки, да, туда просто не доберется, вот, вот этого нам уже достаточно для того, чтобы принять решение, как клиенту, и сгазать карту. Похожий продукт, вот, я его специально нашел в банке ОРАЛСИ, как продукт полон, да, то есть тоже накопительная карта, тоже есть какой-то, вот, процентный остаток, вот, но как клиент смотрит? Клиент смотрит сначала на цифры, да, доходность, там, от 50 тысяч рублей, 4,5%, ну, там, ладно, зато банк ОРАЛСИ, там, 3 года, да, карта даже платная, вот здесь уже, да, у нас, как бы, ну, сам продукт хуже, но дело не в том, что сам продукт хуже, хуже, что он подан, потому что вот эту простынюю текст никто читать не будет, а вот на тарифах, которые здесь, вот, они также вывезены, да, красиво, вот мы посмотрим, здесь написаны ограничения и все, и... Вот есть хорошая шутка, мы когда проектировали сайт страховой компании большой, мы его скоро запустим, мы поняли одну прекрасную вещь о том, что когда клиент на сайте дошел до чтения тарифов, открыл эту ужасную ПДФ-ку со всеми условиями, он после этого страховой продукт просто не купит, потому что невозможно с такими копальными условиями вообще прийти в эту компанию и отдать им деньги. Вот когда он до тут доберется, да, ну, естественно, мы по законодательству должны это размещать, вот, но наших интересов, чтобы клиент это не увидел, не прочел, да, но это было доступно. Ну да, сейчас у меня осталось буквально пять слайдов. Имидж равно интерфейс, вот это вот кредит наша компания, которую мы преследуем, и интерфейс определяет имидж банка. Ну, понятно, что хороший интерфейс может решать задачи клиентов, как мы видели на примере Альфа-банка по выбору вкладов. Вот эмоции влияют на лояльность и маржинальность клиента, это правда. То есть вот без хорошего интерфейса мы не уедем никуда. Но, естественно, это выгодно и клиенту, и банку. Я здесь специально не сказал, что это интерфейс сайта, потому что на самом деле интерфейс, вот он, по сути дела, да, вот мы здесь видим зеленого человечка некого с квитанцией, который идет в зеленый банк и платит эту квитанцию за кварплату. Или мы видим там синего человечка с портфелем, который может это сделать через сайт. Выше качество интерфейса, выше качество клиентов. Ну, и, соответственно, их маржинальность и лояльность. Вот это тоже RocketBank, это, вот сам RocketBank, это интерфейс к банку интеркоммерции. Как бы это ни было странно, да, RocketBank это не банк, это интерфейс. Потому что то, что вот есть в интеркоммерции, невозможно работать. Ошибки ведут, ну, в интерфейсе, да, ведут к потере клиентов. Сколько раз говорили о том, что интерфейсы нужно тестировать, их нужно проверять, развивать постоянно. Вот давайте посмотрим на Альфа-банк, который недавно запустили. Удалось найти ошибку, даже не одну. Вот мы хотим выбрать карту категории Black, самую дорогую. Мы хороший, большой клиент, там, очень выгодный для банка. Мы нажимаем на кнопочку «Выбрать карту Black» и ничего. Вот, карт нет. Вот он нам прилагает, вам подходит ноль карт. Вот, после этого вот такой маржинальный клиент просто с сайта уйдет. Кто-нибудь может ответить на вопрос, а что надо в интерфейсе сделать, для того, чтобы выбрать… Мне показали Black карту, где моя Visa Signature, где моя MasterCard Black. А можно встречный вопрос? А клиенты, у которых есть Black карты, будут искать через сайт Альфа-банка? А почему нет? Интернетом пользуются все, все-таки. Здесь вот есть решение этого кейса, да, здесь надо вот эту вот циферку 100 тысяч переместить там на 250. Я ее даже сначала не заметил, да. Вот, и у нас там все в порядке. Да, карты ищатся. А кто мешал этот ползунок привезти просто? Да, да, да. Нужно подвинуть стрелки. Ну, здесь, может, из-за проектора, да. Вот эта ошибка, она везет просто к снижению конверсии, ну, как факт просто, да. Заглядывая в будущее, последняя часть презентации, вот, в нашем видении, что сайт, он может самостоятельно генерировать выручку, зарабатывать деньги для банка и быть финансовым сервисом. И не только для клиентов банка. Тот же Альфа-банк, тот же Тиньков, да, ввели сервисы, перевод с карты на карту. Банк на этом зарабатывает, там где-то полтора процента, наверное, там пол процента идет банка, пол процента визия. Ну, неважно. Главное то, что на сайте появляется финансовый сервис для всех. У Тинькова еще есть оплата штрафов, соответственно, он тоже берет с эту комиссию. У Альфа-банка есть вот перевод с карты на карту, пополнение электронных кошельков, за это все тоже банк берет комиссию и тоже зарабатывает. Пока нету оплаты ЖКХ вообще для всех клиентов, да, вот, просто этого нет. Это, наверное, дальше будет. И самое последнее, да, что сайт-супермаркет финансовых решений. Вот здесь вот я приведу аналогию с тем, как стали сейчас сайты мобильных операторов, например, там МТС, Билайн, Мегафон, да, раньше они нам предлагали услуги и связи, они нам потом стали предлагать продукты, они нам стали предлагать какие-то комплексные решения, да. Вот, но в конечном итоге вот есть у клиента жизненные ситуации, и сайты предлагают решение этой жизненной ситуации с точки зрения, там, связи вообще как таковой, не мобильного интернета, не голосового трафика или роуминга, а вообще вот с точки зрения связи. Вот тебе и домашний интернет, вот тебе и роуминг, и мобильный интернет. Поэтому интернет-банк, он в будущем станет точкой привязки всех финансовых активностей клиента, да, это может даже быть не клиент-банк, а вообще, просто он там хочет за квартиру заплатить. А сайт-банк, это станет точкой активации, подключения финансовых активностей, и фактически вот мы на сайте, нажимая кнопку, да, в дальнейшем будем это просто активировать, этот банковский продукт. Нам не нужно будет заполнять заявление на кредитную карту, когда мы являемся клиентом банка. Мы просто нажмем одну кнопку, карта будет уже выпущена, нам ее доставят, да, в интернет-банке она сама подключится. Вот, так будет года через 2-3, может чуть больше. Вот последний слайд, да, о чем я сейчас говорю, да, вот, и у нас есть, сейчас вот структура сайта банка, у нас есть такие разделы, нужны деньги, накопить деньги, ну, почти жизненная ситуация, то есть это уже не кредиты и там карты, да, вот, а должно быть, вот вы хотите купить автомобиль, и с точки зрения финансового сервиса, как банк может помочь? И на сайте именно вот так должны быть в дальнейшем, да, сгруппированы именно эти продукты, вот, и этих продуктов может быть, ну, там, гораздо больше. Может фантазировать по поводу квартиры, просто квартира, да, и какие финансовые продукты может приложить банк на сайте. Так, у меня все. Я хочу сказать удобство для модераторов. Вчера, кстати, выступал Альфа-Лаб, вот что значит инновационная компания, у них внизу, вот, как в промо-блоках, были такие точечки заполнения, сколько прошло презентации, да. Я к тому, что просто прошу докладчиков все-таки соблюдать, там, лимит в 10 минут. Да. Компания Моризо, как мне сказали на последний слог, да, удаление. Антон Черноталов, Дмитрий Гришин. Добрый день. Я представлюсь, меня зовут Антон Черноталов, я руковожу студию Моризо. Мы занимаемся разработкой различных интернет-сервисов, и сейчас я своим коллегой с руководителем компании Перерус, микрофинансовой организацией, мы немного расскажем об особенностях перехода МФО из оффлайна в онлайн. Вначале я, наверное, микрофон передам Дмитрию. Итак, дамы и господа, меня зовут Дмитрий Гришин, я исполнитель директора компании Калифинанс, торговая парка, дириживую сервис МФО. Мы выдаем займы через интернет. Все просто, никаких визитов в офис, ничего делать не надо, на сайте не было заявок, через 15 минут на Капчике получили денег. Все счастливы, все довольны. Потом мы же с Капчиками деньги забрали, и никакой возврат этого займа. Тематика этого доклада, этой презентации заключается в том, что в какой-то момент времени любая компания, которая выдает займы, в данном случае, мы снова говорим о них, которая находится реально физически, имеет определенную филиальную сеть, имеет офис, имеет зачем продать, то продаж может принять решение о том, что ей пора переходить в онлайн-часть. Вопрос, зачем? Ответ на этот вопрос достаточно прост, весьма. Развиваться в регионах сложно. Всегда есть конкуренция, которая давит ее много. Всегда есть много административных вопросов, всегда есть барьеры бюрократические, всегда есть большие затраты, которые с этим связаны, и небольшой относительно всего этого охлад. Соответственно, если мы говорим о возможном ином варианте развития, ином векторе, то тогда выход в интернет может стать спасением для компаний и следующим шагом развития. То есть маленький штат, объем, вся страна, может быть, не только эта страна, может быть, еще какие-то страны, государства, маленькие затраты на обслуживание всего этого процесса, микрофинансирование, и простота, мобильность, отсутствие бюрократии, возможность принимать решения прямо сейчас на раз, без каких-то долгих согласований с комитетами, советами и так далее. Все это делается очень быстро. Соответственно, можно сочетать? В чем прелести? Вообще, в принципе, онлайн-выдача займов. Я говорю, в принципе, про займы, это не только микрофинансовые организации, это вообще сейчас любая тема, любая организация, которая выдает заемы. Нет контакта с заемщиком. Реально. Мы не видим этого человека, он не видит нас, ему никуда не надо ходить. Все люди ленивы от природы, ему проще сесть за компьютер, заполнить заявку, все. Есть особенность в том, что вот это отсутствие контактов порождает огромное количество мошенников, которые хотят добрать денег и, соответственно, их не возвращать. Скоринг, который есть в данный момент у реальных компаний, MFO, его нельзя использовать для компаний, которые работают в онлайне. Это разные модели, это разные люди, это разные ситуации. То есть необходимо собирать статистику и необходимо эту статистику обрабатывать для того, чтобы построить более-менее приличную онлайн модель работы. И, соответственно, технологическая масштабируемость. Больше клиентов, больше запросов, больше информации, больше обработки, больше мощностей, больше потребностей у клиентов и так далее, и так далее, это будет не скачаемая конка. Собственно, здесь мы переходим к тому, что у нас получилось. Я сформулирую еще раз три ключевые задачи. Первая – это разработать решение, которое бы позволяло обеспечить быструю технологическую масштабируемость. И если первоначально планировалось сделать только сайт, то быстро разработать мобильное приложение, возможность для соцсети или разработать какую-то партнерскую программу, которая позволила бы запускать решение по принципу White Label. И вторая задача, ключевая – это обеспечить очень большой аналитический сбор информации, которая впоследствии позволила бы организовывать скоринг внутри онлайн-инфоорума. Так как у нас секция «Пройти», то я позволю себе немного углубиться в технические особенности данного проекта. Но прежде всего мы предложили в данном случае сделать распределенную систему и отделить фронтенд, который вы видели на предыдущем слайде, с бэкэндов, в котором будет крутить собственно говоря вся система. И если фронтенд представляет из себя какое-то количество сайтов или мобильных приложений, функция которых по большому счету это обеспечить отправку заявки и возврат дальнейшего займа, то задача бэкэнда – это хранение всех данных о заемщиках, это большая CRM, это скорбинка оценка рисков, это отправка займов и сбор статистики и аналитики. Понимая, что технологически реализовать это в одной платформе будет достаточно сложно, особенно когда в дальнейшем нам подразумевается делать другие фронтенды, мы решили сделать отдельный фронтенд от бэкэнда и плеть API взаимодействие между ними, то есть протокол, как эти системы будут взаимодействовать друг с другом. Параллельно, с точки зрения бэкэнда, потребовалось сделать достаточно много внешних интеграций. Это интеграция с SMS-гейтом, который постоянно смски либо сотрудникам МФО, либо заемщикам. Это интеграция с несколькими процессингами. Первый процессинг это переводы между самим МФО и картой клиента. Очень часто заемщики хотят возвращать деньги не с этой пластиковой карты, а с помощью каких-то других способов, и для этого мы подключили отдельный процессинг, который обеспечивает все возможные варианты оплаты для возврата займа. Это достаточно большое количество интеграций с разными базами данных о плохих заемщиках или о каких-то проблемных клиентах. И это интеграция с IP-телефонией, которая позволила вести внутри CRM-а бэкэнда аналитику по истории всех звонков, которая позволила записывать любые взаимодействия между заемщиками и МФО. С точки зрения фронтэнда подобная архитектура позволила, позволяет реализовать создание неограниченного количества фронтэндов. Это может быть веб, это может быть какой-то мобильный веб, отдельный сайт для мобильных устройств. Вчера Google на своей партнерской конференции рассказал, что сегодня в России 50% запросов, которые есть у Google, идут с мобильных устройств. И, соответственно, вопрос о адаптируемости сайта под мобильные устройства здесь очень важен. Это может быть мобильное приложение, это может быть приложение для соцсети, ну или, как я уже сказал, какая-то партнерка, то есть условно можно сделать сайт Нибири.ру, там, отдаем деньги.ру, займы.ру и так далее, которые просто соединяются с этим бэкэндом и под другим брендом работает через вот эту платформу. Вторая большая задачка это разработка CRM-ки с аналитическим, скажем так, уклоном. мы посмотрели на те решения, которые сегодня есть на рынке, но в результате пришли к выводу, что лучше в соответствии с теми задачами, которые есть у клиента, это сбор максимального количества статистических данных реализовать самостоятельно. В результате внутри системы, внутри собственной CRM хранится история обо всех заявках, которые были, результаты их рассмотрения, о всех возможных заемщиках, о займах, которые выданы и не выданы. Плюс, поскольку анкеты обычные МФО большие, там есть контактные лица, и можно легко посмотреть, скажем, если потенциальный заемщик указывает телефон своего работодателя, а как много заемщиков еще указывает данный телефон, как сейчас он встречается в каких-то анкетах, это позволяет анализировать на большое количество параметров те заявки, которые попадают. Все логии телефонных звонков, история отравленных смс, и что самое, ну, от самых главных здесь решений, мы синтегрировали все поступающие заявки с Google Analytics и UTM пометкой, которая позволяет анализировать, а сколько мы денег потратили на привлечение конкретного заемщика в систему, и сравнили это не только с ROI, но и с lifetime value данного заемщика, то есть обычно клиенты возвращаются в инфо, чтобы взять второй, третий заем и так далее, и мы здесь пытались понять, может быть, там условно привод первого клиента, привод заемщика на первом этапе может быть убыточен, но в среднем за период жизни, за lifetime value, он нам даст достаточно высокую маржу, и эта аналитика здесь ведется. Итог, что мы сделали, мы реализовали сбор огромного количества статистических данных, которые позволяют анализировать все в онлайне, и вот сервис был запущен полтора года назад, предположу, что сейчас у Дмитрия гораздо растет больше рост доли одобренных заявок, при этом снижается количество невозвратов за счет вот этого анализа. По тем заемщикам, по которым у нас есть история, мы можем провести моментальный скоринг, соответственно, мы повышаем retention rate и повышаем логичность.